Цены на ведущие марки нефти продолжают постепенно расти вверх, пробив отметку в 40 долларов за баррель. Сегодня цена барреля нефти марки Brent торгуется на отметке в 43 доллара. Учитывая рыночную конъюнктуру и неопределенность в мировой экономике, данный показатель можно считать оптимальным, как для стран-производителей, так и для стран-потребителей черного золота. Административные факторы связаны с новым форматом ОПЕК+. Вместе с тем факторы, которые связаны с неопределенностью по ситуации вокруг коронавирусной пандемии. И в целом неопределенность с точки зрения долгосрочного планирования в условиях глобального системного мирового экономического кризиса позволяют говорить о том, что нынешняя ситуация на мировом рынке нефти не является стабильной и предсказуемой с точки зрения долгосрочного планирования. Несмотря на достижение консенсуса в цене на нефть между потребителями и производителями, одна отрасль все же значительно пострадала. С момента обвала цен на нефть с января текущего года процедуру банкротства запустили 36 нефтегазовых компаний, специализирующихся на добыче сланцевой нефти. Совокупный долг компаний составил 25 миллиардов 200 миллионов долларов. В списке на банкротство числятся такие крупнейшие сланцевики, как Whiting Petroleum, California Resources, а также пионер сланцевой отрасли Cheese Peak Energy. С точки зрения сланцевых месторождений, сланцевой добычи в Соединенных Штатах Америки, на сегодняшний день цена нефти не в той степени удовлетворительна, как для остальных товаропроизводителей по этому сегменту, потому что, как известно, показатели рентабельности по сланцевым месторождениям, они другие, и для высоких экономических дивидендов по сланцевым месторождениям, конечно же, более комфортными были бы цены в районе 60-70 долларов. Между тем, кризис сланцевой отрасли в США может положительно повлиять на стоимость нефти. Потеря рентабельности нефтедобычи позволит сократить объемы поставок черного золота на международные рынки, а как следствие значительно повысить долю спроса над предложением. Василий Попов, Фуат Байрамов, CBC.